Следующий у нас урок, я хочу объяснить немножко, что такое вибрация на скрипке. Ну это то же самое, как поет певец, вот вибрирует голосом, тоже вот мы должны своим умением уметь вибрировать на скрипке. Значит существует несколько видов вибраций, есть локтевая вибрация, так называемая, есть кистевая вибрация, есть вибрация пальцем. Но вся разница в том, что если это нам нужно для произведения более широкий звук, значит здесь участвуют уже и кисть, и локоть. Вот пример такой. Вот если нам надо так распеться, так знаете, широкая амплитуда такая, вот поэтому мы делаем широкое. Значит мелкая вибрация, это когда нам не нужно столько эмоций, меньше эмоций, более лаконично, так все компактно. То самое. То есть здесь меньше участвует, извините, меньше участвует локоть. Вот как вообще мы вибрируем, возникает, многие могут сказать, все, да, хорошо, красиво, но как мы вообще вибрируем, что мы для этого делаем. Вот такое упражнение, ставим любой палец, вот первый палец на рест-труну, но там мей. И без смычка пытаемся делать вот такое движение. Вот видите, я вам покажу сразу. То есть качаем его вперед-назад, вперед-назад, но он никак не вот так, да, это ошибка. Покажешь с другого ракурса. Вот, первый палец, то есть мы его качаем вперед-назад. Это можно также сделать, я вам покажу, вот можно сделать, скажем, на примере, просто взять карандаш, вот карандаш, да, поставить сюда палец, вот первый, и делать вот такое движение. Вот видите, вот так, даже без инструмента, второй палец поставить и качать его просто вперед-назад, вперед-третий. Трудно вибрировать четвертым пальцем, но надо разрабатывать четвертый палец. Вот тоже вот так происходит вибрация. То есть вы его качаете вперед-назад, вперед-назад. И учтите, что нельзя менять скорость, да, если это неоправданно произведением, то надо взять одну определенную скорость и держать эту скорость. Не делать так. Видите, как будто кто-то этот парализованный, да, вот так звучит, что-то не в порядке. Должна быть одна скорость. Всем, кто желает повышать свое мастерство, подписывайтесь на мой канал. Я даю онлайн-уроки, вы можете написать мне на e-mail и на YouTube-канале, можете со мной связаться в комментариях. И я буду рад вам помочь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok